Владимир Владимир Экспрессивный, самый яркий цвет. Слушай, ну мне понравился, ну приятный мужчина. Мне тоже понравился. Кого охраняете? Олигархов. А, а я думала бывшую жену. Посмотри, Рос. Если заплатят, ее смогу. Хорошо. Вот адекватный жених после полтинника. Чего, говорит, хотите? Покоя. Правильно. Поэтому вот ему верю. А нашим зажигалкам в 78, которые не хотят покоя, не верю. Все хотят каких-то чувств, страстей. Видать, уже наковыркался в страстях-то за 51 год. Ну, покой всем нужен, людям. Иногда хоть. Мне, видимо, в большей степени. Ой, Владимир, а почему живете с бывшей? Ну, в данный момент подумаю разъехаться. Потому что я жил с ней, потом уходил. Потом опять приходил. Потом приходил, ну, не к ней, а как бы в квартиру. Ну, не в детстве было. Да, поэтому... Дети есть у вас? У меня сын 26 лет. Он в той же квартире живет, на той же базе? Нет, он живет отдельно. А куда он невесту-то привезет? Третью? Два в одну? А мирно живете с женой? Ну, мы не общаемся сейчас уже несколько лет, не разговариваем. То есть вот как, вот прямо в маленькой квартирке встречаетесь и даже не здороваетесь? Ну, я нечасто бываю дома, поэтому, да, то есть даже не здороваемся, к сожалению. А почему, Володчик? Ну, когда-то ведь были близкие люди. Все проходит. Даже жизнь... Так что, вот до такой степени, вот прямо до такой? Не, ну, она иногда может выпить. Поэтому, когда как-то я ей взял замечание, она, то есть, нецензурно мне сказала, ну, я решил просто не общаться и не разговаривать. Послушайте, ну, пойдите навстречу. В чем? Ну, ужас, что себе жизнь укорачивает? Ну, живете в одной квартире, да помиритесь. Ну, выпила баба... А? Это, наоборот, когда не общаюсь, спокойно, и нет ни претензий, ни проблем. Пришел, ушел, тихо, мирно. А сын страдает, как вы считаете? Думаю, что нет. У нас с ним хорошее отношение, чудесное. А вы когда, в самый первый раз, вы решили от него уйти? Что была за причина? Была тяжелая работа в то время. Ну, я был молодой, эмоции были резкие, уставал. Ну, наверное, как-то, может быть, она еще не так вела иногда. Может, и я... Ну, сложный вопрос, очень далеко было. И вы влюбились? Да, я влюбился в другую и ушел к другой. Жена легко отпустила? Ну, я же не был привязан к канатам. Ну, и что с той не получилось с любовью? Ну, 7 лет мы с той прожили, и, ну, там как-то бытовые начались. Значит, любовь утихла. Снова вернулись к бывшей? Ну, не к бывшей, я вернулся, я вернулся в нашу квартиру. Вашу квартиру. Потому что там я жить не мог. Слушай, ну, он что развелся, ушел к другой. Пришел опять. Богатая история. Погулял человек. А у нее была личная жизнь? Да я, честно говоря, не сильно интересовался. Да ладно, в одной квартире, когда живете, даже если не интересуешься, все. Ну, когда я пришел, то есть после 7 лет, там, че, она, ее 5 лет не было дома. А она где была? Пожила, она вышла замуж и жила где-то в другом месте. То есть мы же с сыном жили вдвоем. То есть ему было где-то там... Потом она тоже разжилась и вернулась к вам. Да, то есть она тоже лет 5 пожила там где-то и вернулась сюда, значит. Ой, Володечка! Вот как бы вы были такой один со своей историей в нашей стране. Я бы еще как-то удивилась. Ну, сколько таких бедолаг? Ну, а сейчас что у вас есть? Сейчас? Я свободен. Вот я к вам пришел, как к сувахам. Ну, конечно. Ну, единственный минус, что вот он как бы живет не в своей квартире. Ну, конечно, мужчине 51 год должен был как-то стремиться. А не пробовали, например, разменять эту квартиру, двушку, с доплатой, чтобы у вас какая-никакая квартира была отдельная? Ну, я думал об этом, но как-то момент еще пока я не приходил. Нет, так не бывает. Вот сначала квартира, а потом уже в эту квартиру вы зазываете ту женщину, которая вам понравится. А кормить обещаниями на шестом десятке, ну, это как-то не по-взрослому. Вот, кстати, вот это поколение мужчин по поводу примаков особо не заморачивается. А желающих сколько у нас выздается в очередь? Да? То есть мне из-за этого не переживать? Совершенно нет. Совершенно нет. Роза, очки надоедят, не выбрасывай. Ладно. Я доношу. Это хорошо, что у нас, Володь, не мечтает о молодых, а то сейчас еще хуже. Не мечтаете о молодой? Нет, наша ровесница нужна очень даже. Сейчас быстро пристроим. И, кстати, и богатые тоже самое. Они тоже вон у Ларисы целые сколько подробнее. Вы просто у нас как на весь золото будете. Но только мои подруги задают те же самые вопросы, что розы, от которых коробит наших целомудренных соотечественников. Но они у тебя избалованные, Лариса. Все вопросы, которые ты задаешь, вот они задают мне, когда я им говорю, есть вот такой вот мужчина, ну просто потрясающийся. Избалованный. А он у нас не пьет, не курит, руки, ноги. И это, ну, почаще... То есть тебя по отношению к Владимиру не пугают, что у него нет? Вообще нет, очередь я хоть пристрою. Да? Сейчас вот сегодня девчонка есть, конечно, только тоже, а то они как сядут сюда, сразу королевишные. А вы откуда такая красивая нарисовалась у нас, подруга? Я из Москвы. Ага. Вот я Владимира знаю, ну, наверное, довольно-таки уже долго, лет 10. Только с хорошей стороны он очень надежный друг. Да. А это вот то тело, которое охраняют? Нет? Я нет. Это мое тело, с которым он привел. Я ее муж, а это мой друг. А-а-а. Ну, хорошо. А вы полненьких любите или вот куда сочных? Не могу сказать конкретно. Нет, я думаю, что Владимир любит пожратенькие, вкусненько, поэтому ему нужна женщина, которая будет худосочная скорее, но при этом будет вот это вот все метать на стол со скоростью света, быстро, вкусно и вовремя. Я могу вести аскетично в жизни, поэтому это не конкретно. Это заметно, по вам. Ну, ты уже оценила его. Оценила, да, оценила. Ну, что? Ну, хочу выйти уже посмотреть. Глаза? Глаза посмотреть, да. Вообще. А скажите, а про Владимира как можно сказать одним словом? Он жаденыш или наоборот такой щедрой души и кошелька человек? Он надежный и для той девушки, женщины, которую он полюбит, он будет щедрым. Да? Да. А если не сложится, значит не сложится. Все отберет у нее? Да. Ничего не отберет, ничего не возвратит обратно. Ага. Но... Она сама принесет. Нет, она скажет, не надо, до свидания еще. Не забудь про нее. Понятно. А как вы считаете, вот почему он такой прекрасный ваш друг до сих пор один? Ну, он не все время был один. У него регулярно были женщины, с которыми он встречался, к которым он попытался искренне отношения строить. Но некоторые просто им старались пользоваться, он рано или поздно... А вот как можно им пользоваться, а? Инструкцию дайте к применению. Ну, в финансовом плане, то есть подарки, деньги. Так а вы обязаны были это делать? У нас же равноправие в стране. Какое-то? Где это у вас равноправие? Женщины боролись за равноправие. Не надо, мы живем в мужском обществе. Так что наша задача, вы давайте деньги, а мы вам уют. Я-то много таких видела? А я-то нет, поэтому я и не морочу. Если сама не схитришь, вовремя ему там не подсластишь, и что-то от него дождешься, ну, открытку какую-нибудь. Мы должны говорить, мне недорог твой подарок, дорога твоя любовь в виде смайликов. Так что ты, Рост, тоже не фантазира особо. А я не фантазирую, я его как раз проверяю. Хорошо, вот если ты уже заикнулась, что у тебя женщин полк, которые с удовольствием выйдут замуж за нашего Владимира, так рассказывай, какая должна ему подойти. Правильно, женщина, которая больше сорока пяти, потому что их надо переставлять. Смотри, как он на тебя посмотрел. А что, нет счастлива? Не, ну, слишком молодую ни к чему, конечно. Ну вот, а от сорока пяти как раз то, что надо? Не, ну, от сорока начнем. Вы что, торговаться со мной будете? Нет, я вам вырос в свое мнение. Лапа, да, сорока будет. Обязательно при своей квартире. Ну, у мужа-то отжал что-то, в общем-то. Они же оставляют здесь с детьми. Дети уже подросли, в конце концов. Поэтому нормально. Но вы с твоей стороны, конечно, поухаживайте, ласковой будете. В это время женщина, ой, как сексуально озабоченная. Да? Да. Она, кажется, голодушная. Правда? Да. Да ты чего, еще как? Еще потом мне... Удивляйте вы меня, Роза Абрамовна. Знаешь, вот жениха потом возвращает, как посылку, и говорит, проверять надо было. Он у вас, говорит, ничего не ого, ничего не может. Ой, да что ты, бурди, правда, удивляюсь. Я тебе клянусь, вот правда проверяешь. А как проверяешь? Да вот так и проверяешь. Вот так и проверяешь. Бедолаза. Роза. Так что сегодня вообще можно не работать. Вы хотите со мной эту схему начать? Почему начать, продолжишь? А, а ей же возвращали, говорили, не проверяешь. Представляете, вот сейчас вот подростки или дети, или молодежь смотрят и скажут, с ума сошли. Точно седина в голову. Старики там, понимаешь? Бла-бла-бла. Про секс. Ну, не знаю, Владимир. По-стариковски. Да уж. Уж не по-молодежному. А женщина вам немножечко комфорта. Ну и, соответственно, про этот секс, про который я вам говорила. Что, будете накормлены, но только денежат надо собирать, как говорится. Книжку надо. Вот похороны, кстати, уже зря отменили. Надо собирать. А чего? Чего ты улыбаешься? У меня давно все готово. Чемоданчики. Белый платочек такой, а там татар хоронят. АПЛОДИСМЕНТЫ Секс ему еще нужен, понимаешь? Нет, наверное, еще все ого-го будет. Я вам вот что хочу сказать. Состоятельная женщина, если у нее сейчас все есть, и она намыкалась, как ты говоришь, отжав квартиру у предыдущего, и выросив детей, она, конечно, хочет праздника, она хочет радости. Она за свои квадратные метры, она хочет хорошенького, ласкового, молоденького, понимаете? Чтобы не перечил. АПЛОДИСМЕНТЫ А та, которая будет терпеть вас, вот такого вот, ниоткуда. Она будет плохенькая, зубки у нее будут так себе, и волосики резенькие, потому что кушает плохо. Но приголубит, будет вам гладить. И так она будет это делать, с таким усердием. Боюсь, что вы ее этим мутюшком однажды бы. Вот, поэтому мне трудно. Я передаю слово Тамарочке. Ну, в первую очередь, сельцы – это люди, которые очень любят дом, домашний уют, но обожают свою территорию. Правда? То есть, с одной стороны, вы человек домовитый, и жили бы в согласии. Вот у него и будет домовина. Да, но лунавдей с ураном – это стремление все-таки к свободе, и к тому, чтобы жить вот так, как вам хочется. Хозяйство есть и у есть, но в то же время я живу, как хочу. Это не значит, что гуляю напропалую, но я свободен в своих устремлениях. И дома – это тоже свобода. Луна, вернее, Венера в раке. И как раз вот требуется такая очень тёплая, игривая, мягкая. Как ты? Я другая. Я в личной жизни не совсем такая, как здесь. Понимаешь, я, конечно, буду очень сильно любить. Да, потому что ты не знаешь об этом, но мне руководство Первого канала всё-таки сказало, чтобы у тебя на юбилей состоялось бы вот это сочетание браком. Василиса родила, Роза замуж выдала дочку. А мне сказали, ну ты там как-то тоже подсуетись, чтобы Тамарочка глаз у нее загорелся. А то, говорит, уволен. Представляете, вот мне пока здесь... И всё-таки я не могу сказать, что вы человек совсем бедный, потому что у вас бывает то хороший очень приток денег, то наоборот всё проваливается. У меня есть некий бизнес свой, и это моё хобби – работать с такими людьми, как философу. Мне интересно смотреть на этих людей и с ними общаться. А что у вас за бизнес? Я не хочу озвучивать его на всю страну. Ой, все так говорят. Я просто не хочу озвучивать его. Ну не хочу, и я так говорю. А я хочу, чтобы вы пошли и познакомились с первой невестой. Это будет лучше. Здравствуйте, Владимир. Давайте с вами познакомимся. Надеюсь, что в процессе знакомства мы с вами можем разглядеть друг в друге родственные души, а также какие-то жизненные направления по жизни. Здравствуйте, очаровательная. Всё возможно. Спасибо большое. Спасибо. Елена. Елена, 42 года. Администратор в кафе. Гордится тем, что может самостоятельно положить цемент и починить фен. Мечтает жить в частном доме. Признаётся, что любит вилки с острыми концами и чашки с тонкими краями. Предупреждает, что её избранник должен следить за порядком в доме. Первого супруга Еленя сосватала коллега по работе, а со вторым познакомили подруги. Но инструкции по применению мужей никто не приложил. Надеется, что программа «Давай поженимся» гарантирует качество. Здравствуйте. Конечно, гарантируем. Вы с дочкой пришли? Да, с дочкой и своей подругой. Очень похоже. А это не та подруга, которая вам папу-дочке? Нет. Нет. Ну, рассказывайте, Леночка, как вы там замучили свою коллегу, что она, решив вас задубрить, познакомилась со своим племянником. Прямо подарочек вам такой принесла. Да. В своё время, значит, я работала главным бухгалтером по местной охране. И в моём почтенении была девушка, кассиром работала. Вот. И был, значит, день милиции 10 ноября. И она привела своего племянника, так как он был тоже, работал в милиции. И она его привела. Хорошенький? Хорошенький. Молоденький? Красивый, симпатичный, да. Младше вас? Да, помладше был у меня. Вот. И, значит, посадили его рядом со мной сразу. Он, конечно, был такой весь галантный. Он ухаживал за мной, всё наливал, всё как полагается. Вот. Ну и так наши с ним отношения завязались. Он опринятный очень, да, такая внешняя вот. Затем мы простречались с ним два года. Вот. После этого мы расписались. Расписались, и у нас по плану планировали завести ребёнка. Вот. Ну, я так... Но он был таким чехловатым, и вы его решили вывести на моря. Да, мы решили его вывести на моря. В дальнейшем, значит, родилась у нас замечательная дочка. Вот. Вы его вылечили. Девочка прям волшебная. Да, вылечили. Спасибо. Очень всё своё внимание, конечно, я уделяла ребёнку. Ему, конечно, это не нравилось. Он говорил то, что, ну вот, только я нашёл женщину, с которой вот будет мне хорошо, комфортно. Которая только мне будет свитера вязать. Да, да, да. Вот. А ты вот всё время своё уделяешь ребёнку. А вы ему не сказали, потерпи, милок? Пройдёт совсем мало времени, дочка начнёт хотя бы сидеть самостоятельно. Нет, нет, тут она тоже так не сказала. Почему? Я думала, что не себе, что ли, он так говорит, смотрит телевизор и говорит, иди давай, смотри, здесь очень интересно, говорит, что-то там, а её нужно было перенатить. Ну, вам же переломилось бы и сказала бы, действительно, падая, правда, на ходу с ребёнком, действительно интересно. Ну, как-то в семье же так и происходит. Муж-то первичен, а дети – плод любви. Не правда. Это всё, это такая фигня. Вот вам результат фигни. Ну, немножечко хотя бы ему уделяли внимание? Да, конечно, уделяла. То есть он приезжал сюда по субботам и воскресеньям, в будничные дни его не было, и к его приезду я, конечно же, всегда ему первый, второй, венегрит. А почему он в будни-то не приезжал? А потому что он работал, работал… А ночёвкой? С ночёвкой приезжал, да, в субботу и воскресенье. Нет, а в будни и дни где ночевал-то? А у него было ведомственное жильё от работы, и он ночевал там. А не было страшно, что папка дочки ночует в каком-то другом месте? С другим ещё. Нет, я настолько была в нём уверенная, вот, он настолько прям меня любил. Ты был равнодушный. Вам, наверное, было полегче, да? Не маячил? Нет, я очень скучала, наоборот, мне нужна была его помощь, потому что… Ну и сказали бы ему, ну, хоть на часок, но приезжай там. Нет, я его жалела, я его жалела, потому что я понимала, что ему тяжело добираться, вот, думаю, пускай лишнее время там поспит, выспится, потому что он сутил. И что случилось? Вот, и потом, в прекрасный момент, он стал реже приезжать домой. Я это почувствовала, если он раньше приезжал, как-то звонил, а стал отдаляться, отдаляться. И вы поняли, что там может быть кто-то есть? Я поняла, да, поняла, что что-то не то. Вот мы все женщины очень жалеем. Ну, никого жалеть нельзя, нужно вот думать только о себе, о себе любимому. Ну, никто же нас не жалеет. К сожалению. Секса вы не даете, все временно в ребенка, пашет как волк. А кого он там встретил? Девушку молодую. Девушку. Сказал об этом вам? Нет, не сказал. Не сказал. Как-то было, однажды он проговорился, то, что сказал, то, что вот подвозил девушку, и она вот все сделала для меня. Вот так сказал. А вас удоваривать надо. Ну, это тоже тетеха, типа, вот он не стал приезжать ко мне на выходные. Давай поженимся в вашем мобильном. Советы от наших экспертов в любое время по телефону 0736. Ну, пока реклама. А вот это у вас за фетиш такой, вот вы вилки острые, а края тонкие. Это что такое? У чашечек. Да, очень люблю, потому что, ну, во-первых, если взять, допустим, помидорчик этой вилочкой, он никуда не ускочит, не улетит никуда. То есть вы сами точите, что ли, вилки? Нет, нет. Это такие продаются вилки. Есть продаются ступыми, вот их в общепитии в основном. А вот есть такие тонкие вилки. А вот есть какие-то странности? Ой, у меня перед ней передачи не хватит перечислять странности. Вы знаете, я даже... А скажи хоть одну. Ну, вот, например, если я одним пальцем нажимаю, нажимаю кнопку, да, на лифте, я так смотрю, чтобы никто не видела, я второй должна обязательно рукой. Обязательно. Тут недавно идём с Люлькой, и я выбрасываю бумагу от мороженого в мусорный бак. И чтобы она не видела, я второй рукой. Ну, если я уже дотронусь, она говорит, всё, тогда меня не трогай больше, потому что опять у тебя обе руки. Ну, у меня много всякого вот такого идиотизма. Я сплю обязательно в маске, даже если темно. Я, например, вот понимаю ваше пристрастие к тонким краям чашки, потому что меня бесит, когда чашка шершавая, с краю толстая, шершавая. Мне очень неприятно это. Потом я часто стряхиваю накопившуюся энергию. Люди думают, может, сумасшедшая какая-нибудь. Я прям хочу, чтобы вот так. А у тебя нет, не дачу. Должна быть немножко сумасшедшая. Есть куда привезти? Нет. А что, снимаете? Нет, я не снимаю, но у меня однокомнатная квартира. С дочкой? С дочкой, да. А вот вы как планировали? А если, например, вашу однокомнатную квартиру и... Комната. Володечка разменяет свою. Или вашу однокомнатную и его бывшую, а у вас будет двушка. Надо подумать, я не думала. Лен, а вот вы как планируете? У вас дочка. Да. У вас однокомнатная. Вы пришли на программу «Давай поженить». Значит, вы замуж хотите. То есть вы как думали, что у вашего жениха будет там, как минимум, какая-то больше площадь? Конечно. Я считаю то, что, во-первых, я хотела мужчину, который старше меня. Но если я женщина смогла приобрести квартиру, я предполагаю, что я мужчина тоже должен. Ну, тогда надо было и молодость тогда мужчине. Мужчине, знаете, если вы молодая, можно было... Мне всего 42. Ну, но не 30. А в 30 лет можно и без квартиры. А по сравнению с ладерью, она вообще девчонка... Нет, нет, она просто сидит и говорит, что если я смогла, то мужчина должен, ничего не должен. Да, ну, конечно, так в возрасте. Вот он как жизнь свою проживает. В таком возрасте, конечно. И так же будет это. Давайте лучше про бонусы. У вас их три. Скелет в шкафу, свидание наедине или семейная традиция? В семье моего отца было трое детей. В семье нашей, то есть мама с папой, нас тоже трое. Старшая сестра, я и брат. Надеюсь, что... Вот, кстати, у моей подруги тоже трое детей. Вот. Не пугайте дальше. Продолжение. Я видела ваши паспортные данные. Вы хотите сказать, что вы еще двоих родите? Ну, возможно, не изменяет традиции. Возможно, у моей семьи еще... А зачем? Ради чего? А вы хотите детей? Скорее, нет. Внуки скоро будут. Показывайте сюрприз. Хорошо, с удовольствием. Владимир, я всю ночь не спала, пекла этот торт для вас. Поэтому приглашаю вас сюда посмотреть, оценить его. К сожалению, не хватило времени мне его украсить, поэтому я предлагаю это сделать совместно. Хорошо. Это вот такие кондитерские крема разноцветные. Они тоже рисуют. А что рисуете-то нам не видно? Лучше себе этого не видеть. Я рисую пока солнце. А-а-а. Это очень хорошо, да? А вы, Лен, что рисуете? А я рисую сердце. А что за первый? Это что, торт это у вас, да, или что? Да, очень вкусный. А с чем он? Из чего? С солнцем и сердцем. С ложеным? А начинка какая, Лен? Начинка, значит, там масло сливочное, сгущенка и сливки. И как называется? Торт называется полет. Ой, моя девочка прям на ходу сочинила. Умница. Спасибо большое. Забирайте клеточки, проходите в комнату. А папусь попробует. Не надо. А мы что, потом доедать будем пробованные? Нет, давайте вы попробуйте сначала. Шутка. Спасибо большое. Мы надеялись. Мы пошутили. Мы уже сами как тортики. Проходите в комнату со своими. Доча, забери цветы. Эльвира и Александр, произвела впечатление на вас, Елена? Знаете, да, она очень хорошая девушка, женщина очень приятная, но у нее какой-то страх. Наверное, все-таки были какие-то, ну, были неудачи в жизни. Никакого у нее страха, абсолютно. Просто, ну, настолько никакого. О чем вы? Где вы этот страх увидели? Нет? Какая-то неуверенность и... Абсолютно уверенная в себе женщина. Она просто не хочет пускать на свою территорию, имеет право. Была бы четырехкомнатная, пустила бы. Да, конечно. Какие проблемы? В однушку куда пускать? Что я могу сказать-то? Что? Что ты пугаешь? Квартиры нет. Ну. И чего? У кого нет? Есть однокомнатные, хватает. Нет, так она же дочки оставит. А куда? Смотри, у нас... Она должна была себе еще на черный день, на старости лет, квартирку прикупить. Если хочет же мужчину, понимаешь? Какой ужас, Роза. А как... Жизнь, Лариса, жизнь, реальность. Добро пожаловать. Будет любовь, любую квартиру найдете. Она действительно очень хочет отношений, но она хочет каких-то тоже спокойных отношений. Но вот то, что все будет для ребенка, это безусловно сто процентов. И мне кажется, все-таки, может быть, до конца у вас не будет взаимопонимания. Вот в параллели какой-то вы идете. И она, и вы, я думаю, это прекрасно понимаете. Знакомьтесь со второй невестой. Здравствуйте. Меня зовут Галина. Мне очень приятно с вами познакомиться. Взаимно. Галина. 50 лет. Владелица магазина нижнего белья. В свободное время ведет оздоровительные семинары. Гордится тем, что заготовила к зиме 60 банок разных солений. Предупреждает, что поздно встает. Признается, что умеет одновременно делать три дела. Спустя 20 лет брака ушла от мужа к любовнику. Но спустя время узнала, что она очередная женщина в его гареме. Надеется, что Владимир однолек. Сколько, говорите, солений приготовили? Здесь три, а дома еще 23. Молодец. Угощайте. Во-первых, нам это можно. Аплодисончики, грибочки, кашу. Грибочки мне. Все с едой. Галь, и вот вы такая прекрасная хозяйка. Живете себе с мужем, живете долго, аж 20 лет. Детей родили. Кто вам так скружил голову, что вы ушли от него? Ну, это было 7 лет назад. Тогда было 43 года. Семейные отношения, видимо, свое и жили. То есть я очень любила человека, мне он нравился. У нас сын 25 лет. Но у меня есть небольшой магазинчик мужского, женского и нижнего белья. А это магазинчик или палатка? Это отдел, так скажем. Отдел в торговом центре. Можно я еще подарю? Потому что с пустыней... Я бы стихлялась его привезти. Ну, она к тебе не конкурентка вообще. Да. Приходил молодой человек в отдел и часто делал покупки. То футболки, то трусики. Ну, исключительно для себя. Потом стал приносить шоколадки, потом цветы. Поэтому он так скружил мне голову. То есть я почувствовала в нем какого-то более близкого своего человека. И мне хотелось с ним познакомиться. Муж, конечно же, через 4 месяца я ему сказала. Муж был очень против, расстроен, потому что все было мирно, ровно. Но, видимо, кроме домашних и семейных отношений, то есть существует все-таки физическая близость. Ее никто не отменял. Скажите, а кто в пансиональности был этот мужчина, которого вы влюбились? Он был из Ташкента. Узбек? Узбек. Да. Он приехал сюда на постоянное место жительства, на работу. Красавец? Наработал слесарем. Достаточно. Метр девяносто. Жил в съемной квартире? Жил в съемной квартире. Не один? К нему приезжала жена периодически с детьми. Скажите, а ваши подружки вам не говорили, дура-то галька, ему же одно нужно, прописку от тебя? Говорили все, потому что, поскольку город, так скажем, не очень большой, вот, говорили все, что ему нужна прописка, что он только из-за этого с тобой хочет жить и встречаться. Вот, на самом деле, через 4 месяца, то есть мы развелись с мужем, и он уже пришел на мою территорию. А мужа куда выбросили? Он не выбросили, он ушел к другой женщине. Мужушка. Быстро как-то у вас такая-то... Его друзья, то есть на момент... Скажите, а как дети отреагировали на все это? Сын был против... Гал, ну вот прямо крышу снесло, вот прямо влюбились со страшной силой. Конкретно, то есть полгорода просто отвернулся от меня, друзья просто отвернулись, остались 1-2 тысячи. Скажите, а что в нем было такого особенного, чего вам муж не додавал? Он был более самостоятельный, то есть полная противоположность, то есть он мог за 3 минуты найти человека, чтобы перевезти в холодильник. Вот, он сам прекрасно готовил, был более галантен, щедрый, сильный, внимательный. А подарки дарил? Ну, это не были золотые кольца. Ну, в щедрость в чем заключалась-то? Вот, щедрый в отношении, во внимании, наверное. Ну, это были розы, цветы, вот, там, одежда, то есть он приносил зарплату, деньги. Ну, хорошо, он занимался. Великолепно. Что-то он без эмоций, Таня. Ну, он охранник, какие ему эмоции? Гал, скажите, пожалуйста, когда узнали, что вы не одна у него? И кроме жены там еще имеем легион. То есть у него была связь с женой, и получилось, что кроме двух девочек там родилась через год еще одна девочка. То есть она уехала уже беременная. Потом показал паспорт, что там официальная жена, один штамп. Вот, затем, ну, затем были другие программы. Друг иногда пригорюнится, и, к слову, что у него и внуки еще есть, и дочки, и сыночки. Да, и выяснилось, да, что у него где-то, может быть, 7, может, 8, не знаю, может, 10, может, 100 жен. Сколько все это продолжалось у вас? Это продолжалось где-то полтора года. Потом случайно сын мне сказал, что он видел его с другой женщиной. С вашей подругой? Даже не совсем с подругой, но моим клиентам, так скажем, по белью. То есть она постоянно приходила и покупала. Вот, потом все чаще и чаще. Одна сказала, вторая, третья, потом где-то я увидела случайно. Вот, и на тот момент я решила взять, то есть я никогда не лазила ни по карманам, ни по телефонам, ничего не смотрела. Но женская интуиция, любопытство, оно взяло верх. Вот, я открыла телефон, и там были куча фотографий, и еще фотографии интимного характера. Соответственно, я сказала, что это такое, ну, ты не так поняла, ответ был. Вот, ты не так восприняла, и там подобное. Я сказала об этом сыну. А сыну сколько лет? 25. Ну, хорошо, вот вы нагрузили сына своими бабьями проблемами, что вам любовник изменяет. И он что, должен был сделать, морду ему набить? А к этому все и шло. А почему вам было просто не взять, не повернуться и не уйти? Уйти куда, то есть я была в своей квартире. Ну, или выгнать его, ну, выгнать... Ну, была на тот момент любовь вроде бы как. То есть вы и на это закрывали глаза? Да, я закрывала на это глаза. Потрясающе. Тяжело. Вот, но в результате все равно, то есть я приняла сторону сына, потому что они чуть не подрались. Из-за чего, из-за вас? Да. Да, из-за меня, вот. И он развернулся и ушел. Ну, он и с ней так сидит. Видишь, он со всеми... Ну, что-то ему прямо скучно. Ему скучно слушать истории. Вот ему что скучно. Вот смотрите, наш жених Владимир хочет покоя. А вы? Квартира есть. О, ну уже хорошо. Мало того, что квартира есть. Есть участок, где можно копать, сажать. Я думаю, что Владимир вам не будет изменять. Ну, если будет, то не так демонстративно, и вас это не будет оскорблять. У меня своя дача есть. Я копать не люблю. И делать ничего на даче не очень люблю. А вам как такая перспектива? Нет, ну мужчины обязаны копать, и сажать, и помогать, и теплиться. А что же вы молчали? Вот мы его расшифровываем. Ты представляешь? А вам что, надо мужчину припасать, что ли? А чего он должен сидеть на диване или лежать? У него квартира есть под Москвой, правда. Он же мужчина. Роза, у него и квартира есть под Москвой. Не, ну с той женой, что ли? Ну, куркуль, посмотри. Вид молчит. Девушки должны... Так, как мужчине, как к человеку относиться или искать квартиру? К квартиру, конечно, искать, как к человеку относиться. Тогда, если он квартиру, то это не ко мне. Вот, видишь, он лентяй. Я лентяев терпеть не могу. Лентяев, вы чё? Копать не любит, на даче работать не любит. Девчонки, вы чё? Какое из бонусов хотите? Свидание наедине или скелет? Не бывает клада без дракона и роз без шипов. Скелет. Скелет. Даже не знаю, какой тяжеленький-то скелет. Что, деньги? Деньги, правда. Что это такое? У меня два кредита. Потребительских. Я думаю, вы меня купить хотите. Это что такое? Я не знаю, что такое потребительский. Мне попросили эти кредиты. Галь, что это такое, Бальков? Один на 100, другой на 200. Да, один на 100, другой на 200. Купил что-нибудь? Ну, это всё вложение в товар. То есть бесконечное обновление ассортимента, коллекции. Вот размерных рядов. А, ну это в бизнесе, это ни о чём. Хорошо, а есть какой-то у вас ещё, кроме соленья, сюрприз? Есть. Я буду петь для вас, но не только для вас, и для людей, которые находятся в этом зале. Ледяной горою айсберг. Айсберг из тумана вырастает и несёт его теченьем по бескрайним, по морям. Хорошо тому, кто знает, как опасен в океане, как опасен в океане айсберг встречным кораблям. А я про всё на свете с тобою забываю, а я в любовь, как в море, бросаюсь головой. А ты такой холодный, как айсберг в океане, и все твои печали под чёрною водой. И все твои печали под чёрною водой. Браво! И вкусно, и поёт прекрасно, и стройные, и канушки, как и нет, милая, всё уже теперь в вашу комнату. Проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ Девчонки, вы можете гордиться своей подругой. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Завидуйте нам, что мы с оленей едем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вкусно, кабачок вкусный. Вот смотрите. Кабачок? Она придёт в вашу компанию. У Вавана есть дочка. Вот такая, да? Да. Я просто сразу превратился в вайсберг, когда он слышал, что копать надо и кредиты гасить. Послушайте, какой вы не надо кредиты? А кто вас кредиты просит гасить? Конечно, это её бизнес. Ну он немножко подустал, конечно, от того, что длительно... Да он ещё не копал, не сажал, а уже устал, а? А, нет, нет, нет. Мы тебе же сказали, пахота-пахотя рознь. Да. Эльвир, а вы сами туда солите что-нибудь? Ой. Ну... Или вы такая милоручка? Нет, я, конечно, могу. Ну скажи, как я готовлю. Мне кажется, им очень нравится. Она очень хорошо готовит, она закрывает и варенье. Да? Да, всё делает. Вы вообще чудесная девушка, она же татарка. А по мне не видно. Татарка? Да. Тогда что вы начинали? У нас татарка ничего не делает. Только ест, объедает и вымогает подарки. Ну она чудесная, известная женщина и положена по статусу. Вам понравилась Галочка? Да, она очень открытая, очень такая душевная. Вот, она хочет тепла, она хочет уюта, она хочет мужской поддержки. Мне кажется, что Владимиру стоит попробовать повстречаться. Ему же не 20 лет, он сейчас прям возьмёт и встанет и скажет. Да. Опять же, иногда мужчина говорит «нет-нет-нет», а когда женщина ему нравится, и он делает всё. Вот как раз в этом союзе могут быть и взрывы, и страсти, понимаете, вот всё вот бурлить будет. Но уважать будет, потому что… А с Иваном может у неё сложиться? Вот я говорю, будет уважать, но будут бурлить страсти. Ещё есть одна невеста. Проходите и знакомьтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Владимир. Я думаю, что сегодняшний вечер, чем бы он ни закончился, прожить будет не напрасно. Это точно. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Елена, 48 лет. Директор собственной компании в Ярославле. Гордится тем, что обеспечила детям хорошее образование и открыла свой бизнес. Мечтает обрести любимого человека и проводить с ним уютные вечера у камина. Признаётся, что просыпается в 5 утра и каждый час пьёт чай. Предупреждает, что ходит в баню и занимается бодибилдингом. Чтобы развестись с супругом, Елене пришлось завести любовника. Надеется, что с Владимиром она будет счастлива. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. А можно сначала? Конечно. АПЛОДИСМЕНТЫ Мне кажется, она ему больше подходит. Ну вот, да. АПЛОДИСМЕНТЫ Лен, скажите, дорогая, а вы любовника для личных целей завели или конкретно для того, чтобы уйти от мужа? Нет, не так, не так. То есть специально я ничего не делала. В общем-то, это случилось, когда я почувствовала, что отношения, ну, такие махрово запущенные, скажем так, совсем. АПЛОДИСМЕНТЫ Муж был инертный, да? Нет. Не работал, не зарабатывал? Нет, нет. Наоборот, до такой степени активный, что дома не было. Но, как бы, это ни в чем не выражалось. А вот казино, игры? Ну, это, знаете, время, вот когда были 90-е, то есть тогда, может быть, у многих был такой заработок непростой и, может быть, там, частично криминальный, скажем так. Вот. Ну, и вот зарабатывал как мог, чем мог. Ну, вас же именно это не устраивало или что-то еще было? Какие-то еще были скелеты в шкафу? Да, знаете, тут много всего было. Как-то у нас какой-то такой странный, мне кажется, двойственный какой-то такой брак был. Ну, например, в драке вдруг вы узнали, что он сидел. Да, сидел. За что? Что за статья была? Кража, по-моему, что-то вот такое. Но это было в 17 лет вот в таком возрасте. Ну, хорошо. А что у вас, такую красавицу, благородную? Вы образованная девушка, по-моему, из хорошей семьи, да? Да, мама с папой очень хорошие были. Вот, знаете, трудно сказать, мама была категорически против, когда мы с ним вдвоем приехали ко мне домой. Маме он сразу как-то вот не понравился. Вот. И даже была такая фраза, что, Лен, ну куда же все твои вот парни-то делись, которые у тебя были? Ну, куда же ты вот смотришь? Ну, почему-то вот я его как-то вот, он взял меня вот искренностью какой-то своей открытой. Леночка, ну ведь вдобавок к тому, что сидел в казино проиграл, у него же еще и появилась любовница, а то и не одна. Да, было дело. Да? Нет, нет, я думаю, что вот это... Одна? Да. И любовница позволяла себе звонить вам, разговаривать с вашими детьми, интересуясь где, да, папа? Да. То есть она еще и влезала с его молчаливого согласия в вашу жизнь. То есть ей, наверное, тоже надоела какая-то неопределенность, потому что это было год-два. Но он признался, что у него отношения? Да, он признался, он не скрывал. Ну и тогда что мешало вам просто развестись, почему вам нужно было объявить в пику ему на зло, что у вас тоже кто-то появился? А потому что несколько было разговоров в открытую. Я говорила ему, что... То есть он говорил, терпи, все так живут. Нет, он так не говорил. А что он говорил? Он говорил, а все я вот сделаю, как ты хочешь, все. То есть мы расстанемся, вот этого продолжения не будет. То есть была вот такая картина. Но вы уже не хотели продолжения? Нет. Даль, ты самая веселая, самая легкая была. Девчонки тоже симпатичные как бы и приятные, но напряженные какие-то, да? Сколько сейчас лет детям? Сыну 26, дочке 21 будет. Где вы живете, в Москве? Нет, мы живем в Ярославле. В Ярославле. С одним из ребенков, да? Нет, оба со мной. Оба с вами? Оба со мной. А когда дочку замуж выдавать будете? Ну я думаю, что когда получит образование свое первое, она сейчас учится. То есть пока будете жить вместе? Я думаю, да. А куда мы? В Ярославле. Я не поняла. Ну я думаю, что однозначно не ко мне, потому что это... А что пришли тогда? Нет, вы сами себя... Я думаю, что либо тут я к жениху, хотя там... Леночка, смотрите, у вас... Дай договорить. Да, либо... Да. Либо какое-то совместное жилье решать. Так вы же живете в Ярославле с детьми. Мы живем вообще-то в Москве. И как вы к нам? Ну, значит, мы с Владимиром как-то обдумываем отдельное жилье. Ну давайте обдумаем вместе. Давайте. Чтобы потом не было это. Ну как, вы к нам, мы к вам. Нет, Владимир продает свою квартирку в Подмосковье, дачу свою. Делит квартиру с женой. И уже в Ярославле. Все это миксует. Покупает, где вы договоритесь. Ну а почему в Ярославле? В Ярославле, да? Там тоже страна, да. Там тоже страна, да. Там очень хорошо. Бизнес приведут, да? Да. В принципе, неплохо. Вообще-то он ее никуда не позвал вообще. Нет, ты так... Нет, он собрался в Ярославле, по-моему, дней уехать. Ну хорошо, я за тебя рада. У вас остался один бонус. Свидание наедине. Я думаю, с такой красавицей пропускать это свидание... Любой мужчина вы за счастье. Конечно. Пойду, красавица. Только минута, да? Успеш! 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 Уходи. 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 Конечно, страна удивительная. Женщины красивые, просто глазам больно. Да? Да. Реальная красавица. Ну, ясно. Ну, то есть можно, конечно, в Ярославле жить. Можно. У нас очень хороший город. Я там родилась, выросла. Ярославля очень люблю. Вот. Ну, конечно, там... Вы же москвич, да? Да. Конечно, там не такие скорости, не такие... Может быть, немножко такое сельское даже. По размеру, он лучше. Покой. Ну, в этом смысле, да. Далеко сколько росло килограмм от Москвы? Примерно. Километров, наверное, 300-350, я думаю. Это максимум, наверное. А на кой нужен такой Вован? Вот за глаза, я бы проще скажу. Нужен, не нужен хозяй. Хоть здесь и пригодится. Ленивый, жадный. Да. Нет, ну а самодостаточный. Нафиг он нужен. Что им делать? А это одна привычки ему дурные понаставила. Он же как собака Павлова. Значит, другие привычки надо исправлять. Как курить просто? 51 год уже не исправит ничего. Да ладно, приклеишь его. Нет. А потом, знаете, я вам что хочу сказать? Мужчин, которые без скала, без двора, никому не нужны, ни женам, ни любовницам. Их тоже полно. АПЛОДИСМЕНТЫ Так что? АПЛОДИСМЕНТЫ Да. АПЛОДИСМЕНТЫ Леночка, что это вы такая сконфуженная вышли? Нет, просто Владимир меня там оставил. Да? И дверь прикрыл, да. Ой, какой сюрприз? Вам бы очень подошел такой микрофон ретро. АПЛОДИСМЕНТЫ Нет, петь люблю, но не буду. Сюрприз другой. АПЛОДИСМЕНТЫ Мне Владимир понадобится. АПЛОДИСМЕНТЫ Владимир, здесь небольшой сюрприз для вас. Нужно просто открыть коробку. Я вам могу помочь. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, надо, чтобы они взлетели, взлетели, взлетели. А там подарочек. АПЛОДИСМЕНТЫ Это Владимиру подарок, набор красок. Я знаю, вы рисуете. Может быть, когда-нибудь вы нарисуете портрет своей будущей семьи? Может быть. Счастливой. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо, Леночка, красавица. Девочки, забирайте цветы. АПЛОДИСМЕНТЫ Прекрасная женщина. Да ради такой можно и на все что угодно пойти. А вы сидите как куркуль на этих трех своих, если только не обманываете и дачи, и две квартиры. А вам понравилась невеста? Девушку понравилась. О, вот, тоже глаз загорелся. Конечно, загорелся, загорелся, загорелся. Вам-то понравилась, Лена? Да. Ну, слава Богу. Розалия. Нет, ну, Леночка, мне понравилась. Да, не принесла, она тебе соленья и конфеты. Но только всё равно ничего путного не выйдет, расстояние убьёт всё это дело. Но физическая совместимость есть очень хорошая, вот что очень важно. Человек, который будет вас выталкивать из вашего состояния покоя и внутреннего созерцания, то есть она будет заставлять вас двигаться вперёд. И действительно, это может и вам, и ей принести рост. Она умеет по вашей карте и по её сохранить имущество ваше и приумножить своё. Вот в чём плюсы. Вот так вот. Так что советуйте своему другу, к кому пойти. Мне понравилась Галину, вторая претендентка. Мне кажется, что она Владимиру больше подходит. И она домашняя, и может создать ему условия. И он должен поменяться. Да, Александр? Елена, вторая, которая. Елена, ну ему для тебя нужно тянуться, понимаешь? Хорошо, Владимир, кто понравился? Ну, больше Елена. Вы можете передать. Елена первая или Елена последняя? Хороший вкус. Она выглядит очень статусно, она ухоженная, с хорошим вкусом. Выглядит удивительно. Она перед трансовцами компании. Понимаете? Поэтому... Не бедная. Да. Она очень говорит многое о мужчине. Она очень наполненный и требовательный человек. И, конечно, вот я считаю, что самое лучшее сочетание. А потом, когда вы в самом начале заявили, что если появится женщина, ради которой я буду и стоит, то, мне кажется, ради такой женщины, как Елена, и Галина мне тоже очень понравилась. Просто Галина попроще, у неё требований будет к вам меньше. А Елена заставит вас тянуться туда наверх. Что хорошо. И будет расти сама. То есть это совместная, обоюдная ростка. Ну, я за Галю. Ну, и мне тоже Галю очень нравится. Потому что... Всё скомячили её, то, что принесла. А советуем Елену. Это, конечно, нехорошо. Нет, нет, нет. Мне обе понравились. Мне Галя, знаете, почему нравится? Ну, ничего. Пару раз копнёте, и всё. И отдыхайте себе на дачке, как говорится. Она вам сама всё принесёт, отнесёт. И с вашими, и с сыном, и так далее. А с Леночкой, ну, вы тут сами набегаетесь. Будете ходить, знаете. Ну, штра будет. Роза за нас, Галя. Да, мы за Розу. Мы за Розу. Решайте сами, к кому пойдёте. В любом случае, мы вас поддержим. Проходите. Ну, что я должен сделать, чтобы вы согласились со мной просто поужинать, я говорю. Миллион. Он такой. Он подумал, отошёл, потом подошёл. Вам наличка или на карточку? Я предлагаю всем выйти и поддержать Владимира. Эх, Володечка, Володечка, зря вы. Нет у нас сегодня пары. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»